Залог успеха в решении жизненных проблем населения – тесное взаимодействие с мясными органами УЛАДы. В этом переконанет делегат 6-го Усебелорусского народного схода, депутат Палаты представников Миколай Васильков. О реальных справах в старшине постоянной комиссии по вопросам экологии, природокористания и чернобыльской катастрофы – материалы наших корреспондентов. С Миколаем Васильковым мы разговариваем по часу областной встречи у дельников 6-го Усебелорусского народного схода. У Гомельон приехал только на один день. У национальном сходе было шмат справ. Хоть об своих выборщиках депутат не забывая Николе. Доброведание ситуации у выборщей Акрузии окрасливая и кола пытаням, отказанные кие Миколай Васильков уже дает подшуть на Усебелорусском народном сходе. С учетом того, что я все-таки представляю районы сельскохозяйственной направленности, что очень велика доля сельскохозяйственного производства, чтобы, конечно, бы уделили больше внимания сельскому хозяйству, его развитию, закреплению молодых кадров в сельском хозяйстве, рассмотрели вопросы ценообразования, взаимодействия сельхозпроизводителей с переработчиками. В активе депутата Палаты представников Миколая Василькова допомога выборщикам у самых розных пытаньях. Адрамонту дорог до модернизации объекта у социального призначения. Палас культуры у агрогородку Камунар после капитальной реконструкции сдали у эксплуатацию у середине минулого года. А до этого амаль 14 годов спробовали адрамонтовать, але у вынеку проекция старая у настольки, что пришлось распрацовывать новый. По великим рахунку ситуация пошла изменяться до лепшого только после вмешательства депутата. Для населенного пункта, у яким проживаюць амаль 2,5 тысячи человек, такий объект саправды необходный. Не застався поза увагой депутаты и размешаны у Камунары дитячий сад. Яго будынок открыли яше у 1979 годзе. Из того часу буйных ремонтных работ тут не проводили. Особливо проблемной оказалась ситуация с теплозабеспечением. Амаль 50-годовые в окны тепло практически не трымали. До замены окон температура в спальных помещениях некоторых нашего корпуса доходила до 14 градусов. После установки окон температура стала оптимальная. 18 градусов – это самая маленькая. И поэтому дети сейчас находятся в комфортных условиях. Как былык керавник областной системы оховы здоровья, Миколай Васильков плануя упрацованным графику допамогу установам глины. Во Уваровецкой участковой больницы, бадай, найбольшь значной проблемой была отсутность рентгенапарата. Старый взломался, а новый кэштавауз усім не танна. Об его необходности можно мерковать по такой лижбе. У зоне обслуговывания больницы больше, как 3600 дорослых, які повинны проходить обовязковое флюорографичное доследование. Николай Андреевич непосредственно участвовал в вопросе установки во всех организационных вопросах по данному аппарату. Мы, во-первых, закрываем всю нашу зону обслуживания по рентген вопросам, а также помогаем Будакшиль непосредственно центральной районной больнице для решения данных вопросов, если у них нагрузка выше. Очень комфортно работать с исполнительной властью. Все то, что сделано в моем избирательном округе, это тесное взаимодействие законодательной и исполнительной власти. Вот находя вот это понимание, удалось действительно сделать что-то положительное для своих избирателей, и для их благополучия, для культурной сферы, сферы здравоохранения. Но это вот только тесное взаимодействие. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».